Маленький городок Духцев на западе Чехии раньше носил имя Дукс. В информации об этом месте пишется, что в нем есть множество достопримечательностей. Но ехали мы сюда не за ними. Нас заинтересовал замок, в котором жил Джакома Казанова. В Духцев Казанову позвал граф Вальдштейн, владелец замка. Казанове в то время было 60 лет, и к тому моменту это казалось ему самым подходящим местом для жизни. Правда, со временем выяснилось, что в замке ему не так уж и хорошо. Говорят, последние 13 лет жизни его были достаточно сложными, он постоянно убегал из этого замка, но так как ему некуда было идти, и он возвращался. Ну а замок на данный момент, вы сами видите, находится в достаточно плачевном состоянии. Бегают здесь какие-то рабочие. Думаю, что все это восстанавливается, и будем надеяться, что в ближайшее время замок вернет свой первоначальный прекрасный облик. По всей видимости, Казанова привлек Вальдштейна как некая достопримечательность. Ведь Джакома объездил всю Европу, побывал в Санкт-Петербурге, в Москве, в Риге. Бывал на приемах у высших персон самых разных государств, говорил на нескольких языках. Казанова был знаком со многими выдающимися учеными, художниками, политиками, был очень эрудированным человеком. И потому он был отличным собеседником во время балов и прочих мероприятий. В Духцев мы попали как раз в ту самую погоду, которую так не любил Казанова. Говорят, он часто жаловался на климат Северной Чехии. Влажно, ветрено, холодно. Есть версия, что писать свои знаменитые мемуары в Духцеве Казанова начал от скуки. Так это или нет, мы не знаем, но последние его годы были здесь очень плодотворными. Часовня святой Барбары была возведена в 18 столетии. Она была окружена кладбищем. Именно на этом кладбище был похоронен Джакома Казанова, о чем сейчас говорит лишь эта доска. Память о легендарной личности осталось не только в виде таблички. Каждый год в начале июня здесь проходят Дни Казановы. Кроме Казановы, замок интересен тем, что в его библиотеке занимались немецкий поэт Фридрих Шиллер и чешский историк Франтишек Палацкий, а император Александр I останавливался здесь после Кульмского сражения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok